Либо-либо Улица Никольская. Самый центр Москвы. Пять минут до Кремля, две до Детского мира. Сейчас это туристическое место. Тут много кафе, ресторанов, лавочки, уличные музыканты. А вот в XIX веке Никольская была одной из главных торговых улиц города. Иметь флагманский фирменный магазин на Никольской – это прямо явный показатель успеха. Когда будете гулять по Никольской, дом под номером 1921 наверняка привлечет ваше внимание. Это красивое такое четырехэтажное здание в стиле Нева Ренессанса. Теперь в нем ресторан и магазин Хрусталя, но если вы обратите внимание, то над колоннами второго этажа вы увидите четыре статуи. Это статуи Гигией, древнегреческой богини здоровья. Потому что в этом здании до революции 1917 года была аптека. И, как вы понимаете, не просто аптека, а самая большая и роскошная в стране. А буквально через дорогу от нее находилась аптека конкурента. Это были Владимир Феррейн и Роман Келлер. Два самых богатых и известных московских аптекаря. В начале 20 века на излете Старой России они успели построить свои фармацевтические империи с заводами, аптечными бутиками, лекарственными огородами и винодельнями. И даже если не владеть шикарным помещением в центре Москвы, а скромно так продавать лекарства в каком-нибудь губернском городе, то поверьте, это все равно золотое дно. Вам гарантирована прибыль, большое количество покупателей, выгодные сделки. Вы будете получать, скажем, 5000 рублей в год. Это очень хорошие деньги, вы прям богач. Можете каждый год покупать себе по большому добротному дому в вашем губернском городе. Но вот стать аптекарем – это задача не самая простая. Это примерно как пройти квест, где у тебя в одной комнате сделка с дьяволом, а в другой пола-то лава. А потом вас еще ожидает темная сторона аптечного бизнеса. Вечный дефицит медикаментов, фальсификаты, лекарства, от которых люди иногда умирают, дикая зависимость от импорта, торговля из-под полы и постоянная борьба аптекарей друг с другом. Это подкаст «Время и деньги» студии «Либо-либо» о роли бизнеса в истории. Воск, пушнина и нефть – мы привыкли читать о них в учебниках, но мало знаем о том, как эти ресурсы стали такими ценными и что за люди торговали ими. А ведь предприниматели веками меняли историю нашей страны, наравне с генералами и царями, а иногда даже против их воли. Здесь я буду рассказывать о деловых людях и деловых схемах. Меня зовут Андрей Аксенов. Привет! Этот выпуск мы делаем вместе с партнером Яндекс.Пэй, который сделал для подписчиков Плюса выгодные предложения. В середине выпуска слушайте нашу совместную рубрику «Копейка. Рубль бережет». В ней мы рассказываем о товарах и схемах, которые придумывали предприниматели во все времена, чтобы оставаться в Плюсе. Итак, давайте мысленно перенесемся, ну, скажем, в Тамбов. Год этак примерно в 1870-й. Посмотрим, что можно сделать, чтобы ворваться в аптечный бизнес. Точнее, я сразу могу сказать, что ворваться прямо не получится. Давайте посмотрим, как хотя бы в него вползти потихоньку. Итак, первое. Ваша фамилия будет что-то вроде Шнейдер или Брейнинг или Бухгольц. Ну, короче говоря, скорее всего, вы немец или имеете немецкое происхождение. Это так уж закрепилось со времен Петра Первого, но социальная мобильность в Российской империи довольно низкая, как вы понимаете. Почему немцы? Ну, потому что Петр Первый вообще очень любил звать иностранных специалистов, потому что, естественно, своих как-то в России не было пока что. Ну, то есть у самого царя и у его приближенных, конечно, была и своя аптека, и свои лекари. Но вот на подданных это обычно не распространялось. Конечно, были кто-то вроде фармацевтов. Это или народные травники, которые лечат сборами, или купцы какие-нибудь почти наугад продают вам, например, опиум. Купцы в целом, да, держали лавки с бытовой химией, они назывались москательные ряды, и вот в этих лавках продавали всякое важное в быту, например, клей, лаки, краски и вот заодно опасные всяческие лекарства. Дозу вполне могли рассчитать неправильно, и люди иногда помирали. Такие дела. И вот поэтому император решил, что надо самодеятельность вот эту всю полностью исключить, поставить профессионалов, а позвать их лучше из Европы, ну, потому что в России, понятное дело, не было высших учебных заведений, где готовили бы фармацевтов. Ну и позже такая вот система и закрепилась. Если аптекарь, значит, или иностранец, или его потомок. Но вот представим, что отец ваш не торговал лекарствами, а вам очень хочется открыть именно аптеку. Немецкое происхождение у вас есть, чек, что дальше? Второй пункт. Вы будете очень образованным человеком. Вы не можете просто продавать лекарства. Вам надо их делать самостоятельно. В этом основная, так сказать, базовая миссия аптекаря. Еще у вас будут иностранные препараты из Европы, потому что в России никакого отдельного фармпроизводства нет. Ну, то есть, вне аптек никто не имеет права делать лекарства. И работа аптеки выглядит примерно так. В одной комнате вы принимаете рецепты, а в соседней – химичьте. Вы делаете вытяжки, отвары, эссенции, разные какие-нибудь кашки из растений, пилюли и притирки всяческие. И делаете все это по специальному сборнику лекарственных рецептов – фармакопеи, который, естественно, написан на латыни. Ну вот, и исходя из всего этого, у вас должно быть медицинское образование, и вы должны знать химию и латынь. Когда-то давно выучиться на аптекаре было проще. Можно было просто пойти к другому аптекарю в ученики. Годами мыть там у него мензурки, таскать тюки с травами, смотреть, как хозяин аптеки смешивает все свои эссенции, потом сдать экзамены на аптекарского помощника, а потом на провизора. Провизор – это высший аптекарский чин. Но вот сейчас, в XIX веке, времена уже прогрессивные, и в аптекаре принимают только людей с высшим образованием. Таким образом, вам нужно закончить гимназию, потом пять лет отучиться на медицинском отделении университета и получить степень магистра фармации. И вот это как раз тот самый случай, когда диплом о высшем образовании реально пригождается. Потому что без него в губернском врачебном управлении вам просто не выдадут разрешение на открытие аптеки. Да, и вот тут как раз третье – нужно получить разрешение. Нельзя просто так взять и открыть аптеку, даже если вы все знаете и у вас есть диплом. Вы должны доказать государству, что это экономически целесообразно. И это, я вам скажу, довольно нетривиальная задача. По уставу на каждую аптеку должно приходиться определенное количество жителей. Мы с вами в Тамбове. Это губернский город. А значит, согласно закону, здесь на одну аптеку должно приходиться не меньше десяти тысяч жителей. Там еще разные другие требования тоже были. В год нужно выписывать не меньше двенадцати тысяч рецептов, а денежный оборот должен быть не ниже семи тысяч рублей. Так вот, в Тамбове уже работают две аптеки. Они, кстати, так и называются. Старая и новая. А вот жителей в городе как раз около тридцати тысяч. Так что вам нужно поторопиться, потому что осталось буквально одно место для аптеки в городе. И вот тут четвертое. Теперь вам нужно получить два рекомендательных письма. Знаете, от кого? От других владельцев аптек. Они должны, внимание, письменно подтвердить, что будут не против, если в городе появится их прямой конкурент. Звучит это как-то прям странно. То есть коммерсанты должны дать согласие на появление конкурента. Очевидно, что такое разрешение получить иногда и правда не удавалось. Короче, вас должны одобрить действующие воротилы бизнеса и как бы принять в свою кормушку. Задача как бы не из легких. Тут, конечно, возникает вопрос, зачем вообще все так сложно и даже нелогично устроено. На самом деле все устроено очень логично, но с точки зрения Петра Первого, который все это организовал. Он, когда привлекал иностранцев в неизвестную им Россию, сделал такие условия, чтобы им тут было хорошо. И вот именно поэтому возможная конкуренция жестко ограничивалась. То есть это получается как бы не совсем монополия в нашем понимании, потому что все-таки аптеки у разных владельцев, но этих владельцев совсем немного. И тебе при этом гарантируют, на 10 тысяч покупателей ты один. Так что без заработка не останешься. И никто другой на эту поляну не придет. Как бы инвестируйте в Россию. Ну вот, допустим. Двух старых аптекарей вы смогли уговорить. В губенское правление явились первым. Образование у вас есть. Разрешение вам выдали. Ну что? Вы прошли целый квест и умудрились вползти в эту жуткую аптечную монополию, которую вот как Петр Первый установил 150 лет назад, так она и жила себе около двух веков. Пробиться не каждому повезло, но вот вам повезло. Давайте теперь присмотримся к тому, чем вы будете торговать. Потому что если вы думали, что сложности закончились, то нет. Как раз начинается самая боль. Когда-то давно средства официальной медицины лежали на полках аптек рядом со всякими знахарскими снадобьями. Можно было купить ртуть от сифилиса или опиум от головной боли, а можно было тут же прямо прикупить собачьего, змеиного или даже человечьего сала, щучьих и волчьих зубов, зайчьи лодыжки и разные другие, безусловно, полезные для здоровья вещи. Но вот, впрочем, во второй половине 18 века государство начало бороться с народной медициной на полках аптек. Хотя, на самом деле, еще и в конце 19 века можно было в аптеке купить какую-нибудь бычью желчь, например. Но самое интересное не это, а то, что в вашей аптеке 90% ассортимента это импортные лекарства. Помните, что в России производство лекарств только внутри аптек, а больше нигде. И это тоже нам осталось в наследство с петровских времен, когда Петр Первый боролся, таким образом, с непрофессионалами. Все это в сумме означает, что никаких отдельных лабораторий и фармацевтических предприятий в России не было и не предполагалось даже. Ну, а теперь вот подумайте. Вы аптекарь, целый день на ногах, разгребаете все дела и еще сами же делаете лекарства. Будут у вас силы и желание произвести что-нибудь сложное или там еще круче, самому придумывать новые лекарства? Конечно, нет. Вы будете на потоке делать самые простые и популярные вещи, а что посложнее, то получается проще везти из-за границы. А еще, кстати говоря, таможенная политика тоже была полностью заточена под этот статус-кво, потому что ввозить готовое лекарство было даже дешевле, чем сырье для его изготовления. Вот, например, возьмем хинин. Это популярное и действенное лекарство от малярии. Чтобы ввезти в страну полторы тонны коры хинного дерева, потребуется заплатить на таможне 85 рублей. Из этих полутора тонн коры получится 50 килограмм химически чистого хинина. Но мы этого делать не будем, потому что можно сразу ввести 50 килограмм хинина и заплатить за это всего 7 рублей 75 копеек пошлины. Разница как бы очевидна. Ну и проще всего не заморачиваться и просто отдавать предпочтение иностранным лекарствам. Получается довольно глупо. Закон устроен так, что развитие фармацевтической промышленности невозможно. Но это все оставляет аптекарей в крайне привилегированном положении. И вам, только что получившим эксклюзивное разрешение на открытие аптеки в таких вот тепличных условиях, это вроде бы на руку, да? Но нет. Ну, то есть не совсем. Потому что вся отрасль от этих законов совершенно точно страдает. А если отрасль не развита, то настоящие деньги в ней сделать сложно. В аптеке, даже самый большой, красивый, хорошо оборудованный, производство все равно остается на кустарном уровне. Своими силами и на мощностях одной маленькой аптеки вы можете изготовить только что-то очень простое, вроде капель или пластырей. А основной ассортимент будут составлять средства из целебных растений. Это экстракты, вытяжки, эссенции, всякие сиропы и отвары. Это все тогда называли галеновыми препаратами по имени античного врача и отца медицины Галена. Так что аптечная монополия, может, и гарантировала прибыль, и привлекала иностранных специалистов, но вот для развития индустрии это было совершенно точно тормозом. Потому что вообще-то в Европе вот уже в это время появились фарм-гиганты, вроде компании Merck. И, кстати говоря, она тоже когда-то началась с одной частной аптеки в Германии 17 века. Ну вот, а теперь эти фарм-компании продают вам в Тамбов свои всякие разные классные штуки. Окей, хорошо. Но все же, вот вы, допустим, фармацевт с собственной аптекой. Какой товар будет гарантированно вам приносить прибыль и точно не залежится? Какое было самое популярное лекарство 19 века, которое бьет топы по продажам? Давайте разберемся в рубрике «Копейка рубль бережет», которую мы делаем вместе с партнером этого сезона с сервисом для умных покупок и платежей Яндекс.Пэй. Если прямо откровенно, то таких популярных лекарств было несколько. Одним не обойтись. И все они были из разряда так называемых патентованных средств. То есть их изобретал какой-нибудь фармацевт в Европе или США, и затем этот состав уже делают аптекари всего мира. Но если выбирать одно из топовых лекарств, то это будет пенегорик. Состав, который пользовался успехом весь 19 век и который продолжали прописывать до середины века 20-го. Еще по-другому он назывался эликсир де Морта по имени создателя. Голландского фармацевта 18 века, якобы, де Морта. От чего помогало это лекарство? В основном от болезней легких, которые в 19 веке были распространены гораздо больше, чем сейчас. Одну чахотку, да, можно вспомнить. В общем, эликсир де Морта прописывали при кашле и затрудненности дыхания, но также как средство при простуде, меланхолии, проблемах с нервами, при зубной боли. Его даже прописывали детям при поносе. Ну то есть реально универсальное средство. А как его приготовить? Записывайте. Состав. Мед, солодка, цветы бензоина, опиум, камфора, масло аниса, соль зубного камня и винный спирт. Ну то есть, да, теперь понятно, почему его прописывали при всех болезнях в состав, и правда входил опиум. И я честно пытался выбрать из самых популярных лекарств 19 века хоть одно без опиума, но не преуспел. В общем, слава богу, теперь панегорик не прописывают, не рекомендуем никому. Но зато мы рекомендуем пользоваться Яндекс.Пэй, особенно если вы подписчик Плюса. Почему? Потому что в обновленной подписке появились выгодные опции от Пэй, например, повышенный кэшбэк баллами Плюса. Вы можете выбирать новые категории каждый месяц, но и это еще не все. Для тех, кто в Плюсе, сплит будет без переплат и первоплатежа в магазинах, а еще у вас будет повышенная ставка по накопительному счету Safe без срока до 20%. Теперь подписка Плюс стала выгодной благодаря Яндекс.Пэй. Подключайте повышенный кэшбэк и пользуйтесь новыми опциями по ссылке в описании выпуска. Но, тем не менее, тут были исключения. Самые богатые и образованные аптекари стремились придумывать собственные лекарства. И особенно в этом отличился петербургский фармацевт выпускник медико-хирургической академии и поставщик императорского двора Александр Пюль. Будучи талантливым химиком, Пюль написал более 150 научных работ, где рассматривал широкий круг вопросов. Как очищать воду в Неве, как бороться с болезнями пшеницы, как находить ядовитые примеси в тканях. Но его страстью была органотерапия. Это то есть лечение вытяжками из органов животных. Для изучения этой методики Пюль организовал органотерапевтический институт. А когда в 1875 году получил в наследство аптеку, развернул в ней лабораторию. И вот самым известным препаратом Пюля был спермин. Это вытяжка из семенной жидкости быков. Сначала его предлагалось принимать как такое общетонизирующее средство, но потом оказалось, что оно еще помогает очень хорошо от импотенции. И вот спермин Пюля принимали по 30-40 капель на стакан воды 2-3 раза в день в течение 1-2 дней. Флакон стоил 3 рубля. Это на сегодняшние деньги примерно 4 тысячи рублей. Это довольно дорого, потому что самые ходовые лекарства во второй половине 19 века стоили 3-5-10 копеек. Но обеспеченная публика могла себе позволить и спермин Пюля. И вскоре, кстати, он вышел даже на европейский и американский рынок. Это реально успех и супер исключение. Российский препарат идет на экспорт. И какой? Пюль вообще был инноватором. Он, например, первым в России вел в оборот дозированные лекарства в виде таблеток, потому что до этого их продавали на вес в виде порошков или разливали по бутылочкам. И он же внедрил в фармацию методы септики и антисептики. Ну, потому что до него ни вода, ни растворы не стерилизовались. Вот так вот просто все было устроено по-домашнему. Аптеки могли легко использовать для изготовления лекарств воду прямо из водопровода. И в лекарства, конечно, могли запросто попасть микробы. Так что вводить инъекции вообще-то было смертельно опасно. Так вот, Пюль использовал дистиллированную воду. Еще он стерилизовал посуду сухим жаром. Еще он обрабатывал шприцы этиловым спиртом или другими антисептиками. А еще он впервые в мире придумал хранить инъекции в запаянной ампуле из нейтрального стекла. Ну, то есть, как это сегодня делается. И вообще-то для 19 века это очень круто. Это реально переворот в хранении лекарств. Ну, в общем, вот так вот человек в рамках своей аптеки, ну, то есть, аптечной лаборатории своей, реально развивал отрасль, да еще и выходил на международный рынок. Однако, если вы не пель, а просто хороший аптекарь, то даже самые простые и уже известные лекарства надо собрать из ингредиентов. И вот тут мы вернемся к импорту. Потому что ингредиенты тоже придется закупать за рубежом. И это касается не только корыхинного дерева, которое, понятное дело, в России не растет, а даже вполне вообще обычных вещей, типа, ну я не знаю, какой-нибудь ромашки. И это реально удивляет даже самих иностранцев. Вот английский врач Август Гринвилл, побывавший в России в конце 20-х годов 19-го века, задавался вопросом, вот я цитирую, «Почему же такой город, как Санкт-Петербург, с его профессорами и химиками, когда любые минеральные вещества, равно как и требуемые растительные субстанции, могут быть с легкостью доставлены из внутренних районов империи, не может организовать снабжение многими химическими веществами и их присылают из Англии. Без сомнения, эти же самые лекарства могут производиться в России, если для этой цели будут найдены компетентные люди». И вот такая зависимость от импорта это норма для российских аптек того времени. Сначала это объяснялось привычкой, потому что в 18-м веке, чтобы сделать лекарства, нужно было знать, где растет нужная трава. И первые немецкие аптекари, естественно, в Тамбовских и Рязанских лесах не ориентировались, и поэтому продолжали покупать сырье у себя на родине. И вот так вышло, что за рубежом заказывали даже те травы, что спокойно росли где-то под забором рядом. Короче, зачем государство вообще ввело аптечную монополию, если все стало так вот сложно? Чем руководствовался Петр Первый? Ну, то есть, помимо того, что он хотел создать условия для иностранцев? Дело в том, что таким вот способом хотели контролировать качество товара. Петр Первый предполагал, что государство с помощью монополии обеспечит аптекарям хороший доход, а они в обмен на это будут заботиться о высоком качестве своих лекарств, потому что Роспотребнодзора и каких-то современных методов химического анализа тогда еще не существовало. И вот во времена Петра качество лекарств держалось буквально на честном слове. Но, как это часто бывает, начальственные планы в реальности воплотились прямо противоположно. Потому что конкуренции практически нет. А когда ее нет, тебе не нужно расширять ассортименты или повышать качество обслуживания, потому что люди к тебе и так будут ходить. Но и это не все. Вас подстерегает еще один соблазн. Забить на качество. Вот смотрите, дела ваши идут хорошо. Аптека ваш в Тамбове, где вы работаете с двумя служащими и с пятью мальчиками-помощниками, скоро начинает приносить прекрасные пять тысяч рублей годового дохода. Это примерно столько же, сколько промышленное предприятие, на котором работает пятьдесят человек. И вот однажды к вам приходит приказчик от местного богатого купца. Он хитро так смотрит на вас из-под картуза и предлагает вам продать вашу аптеку купцу за немыслимую сумму за пятнадцать тысяч рублей. И вот во второй половине девятнадцатого века такие предложения были нередкостью. Из-за высоких доходов аптеки стали для купцов доманчивой инвестицией. Спрос на них взлетел, а из-за того, что их было мало, аптеки стали предметом спекуляций. Их перекупали и перепродавали много раз, и цены на них постоянно росли. Некоторые аптеки покупали по цене в восемь, в десять раз выше номинальной и в три раза превышающей валовый годовой доход всей аптеки. Из-за всего этого к концу века больше половины аптек перешло от провизоров во владение к богатым купцам. Ну, те, разумеется, не собирались сами стоять за прилавком и отпускать покупателям какую-нибудь настойку тысячелистника. Но отбивать вложения им, конечно, хотелось. И поэтому они просто оставляли тех же самых провизоров фиктивными владельцами. Только теперь они обязаны были просто стабильно платить купцу большой процент с доходов. Эта схема выглядит странновато. Ну, потому что, казалось бы, ты покупаешь аптеку, ты владелец, весь доход твой, а своему управляющему ты просто должен платить зарплату. Но тут получается наоборот. Управляющий платит тебе процент с дохода. Это похоже на самом деле на такое крышевание, когда у тебя просто забирают часть дохода. Ну, в общем, именно так это и работало. И вот процент, который назначали купцы, был таким большим, что фактически съедал весь доход аптеки. Появилось даже такое устойчивое выражение «аптечный процент». Так называли какие-нибудь несправедливые грабительские платежи. Аптечный процент ставил управляющих в невыгодное положение. Ну, потому что самому аптекарю тоже надо на что-то жить. Ему надо платить служащим, закупать сырье, оборудование, налоги платить. Откуда лишние деньги взять? Повышать цены на лекарства и услуги нельзя, потому что существует аптекарская такса. Это установленные государством твердые цены на все лекарства и услуги по их изготовлению. Урезать зарплату сотрудникам невозможно, потому что они и так работают за копейки уже. Получается, что выход один. Какой? Ну, конечно, экономить на качестве товара. И вот так рынок наполнился фальсификатами. Ухищрений была масса. Вот, например, возьмем обыкновенные совершенно мятные капли, которые тогда употребляли от тошноты. Для их изготовления следовало взять чистый спирт, настоять на мяте и добавить эфирного масла в соотношении 1 к 7. Но фальсификаторы брали спирт разбавленный, настаивали его не на мяте, а на крапиве и вообще на каком-то другом зеленом растении и добавляли масло в соотношении 1 к 24. И с ингредиентами тоже мухлевали. Могли взять что-то один раз отработанное, например, порошок корицы, высушить его и перемешать со свежим. Ну и, наконец, вместо дорогой коры хинного дерева в лекарство от малярии можно положить кору ивовую, ну а че такого, да? дешево и сердито. Один профессор по этому поводу даже писал, едва появится полезное средство и уже изобретены подмеси. Наконец, можно просто закупать сырье низкого качества по дешевке. Так как контроля все еще не было, то иностранные фирмы просто использовали Россию как рынок сбыта для негодных товаров. Короче говоря, план Петра окончился провалом. Аптечная монополия должна была обеспечивать высокое качество лекарств. Но вместо этого качество снижалось весь 19 век. И из-за этого всего публичный образ аптекаря был ну как бы так себе. Он превратился в глазах общественности в презренного торгаша, который дерет втридорога за плохие лекарства, да еще и смотрит на своих клиентов свысока. Вот, например, Антон Павлович Чехов сам будучи врачом аптекарей сильно недолюбливал и не уставал язвить по этому поводу. Если лекарство стоит 2 рубля 2 копейки, а у вас в кармане только 2 рубля, то вам говорят, сходите домой и принесите еще 2 копейки, тогда получите и лекарство. Но я живу отсюда за 5 верст. Позвольте мне принести эти 2 копейки завтра. Мы в кредит не отпускаем. Но поймите, у меня умирает жена, поймите. Вы нам мешаете. Вот в таких условиях вы и работаете. Короче, став аптекарем в Тамбове, вы совершенно точно получите свою гарантированную прибыль. Но вот что делать с ассортиментом, это уже решать вам. Вы можете брать деньги у купца, можете не брать, можете разбавлять эссенции водичкой, а можете водичку стерилизовать, можете заботиться о покупателях, а можете думать, да все равно придут, куда они денутся. Ну и в конце концов я сильно сомневаюсь, что у вас будет время на изобретение новых лекарств, своих собственных, и это, как мы понимаем, самое сложное. Но все-таки и в отечественной фармацевтике было место для инноваций. Правда, развернуться во всю мощь продвинутые аптекари смогли только в самом конце 19 века, когда вот эту монополию на аптечное производство лекарств наконец отменили. Звезд, правда, этих было совсем немного и все они в столицах. Это Роман Келлер и Владимир Феррейн в Москве и Александр Пёль в Санкт-Петербурге. Вы своей тамбовской аптеке с завистью поглядываете на их роскошные заведения и надеетесь когда-нибудь прийти к такому же успеху. Первым российским Феррейном был Карл Людвиг. Он прошел классический путь немецкого аптекаря в России. Приехал из Пруссии в начале 19 века, на отлично сдал экзамены, положил степень аптекарь первого класса и уже через год купил себе аптеку в Москве. Через 30 лет старого помещения стало не хватать и тогда Карл Феррейн купил новое здание по адресу Никольская дом 21. Кстати говоря, прямо напротив этого здания в это же самое время через дорогу располагался Московский коммерческий судный банк, о котором я рассказывал в прошлом выпуске. Так вот, сын Карла Феррейна Владимир Феррейн продолжил дело отца. Уже в 17 лет он получил звание аптекарского помощника, через 4 года стал провизором, а потом и магистром фармации, то есть получил высшее ученое звание. При нем аптека на Никольской стало фешенебельным заведением. Старое здание снесли и на его месте появилось новое, четырехэтажное, то самое со статуями богини Гигиеи на фронтоне. Владимир украсил аптеку мрабрными лестницами и колоннами, выписал дубовые шкафы с резными украшениями, разместил в залах ваза с позолотой, разные канделябры античной скульптуры. Журналисты восторженно называли его заведение царь аптекой. И только Антон Павлович продолжал иронизировать. Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, ступить страшно. Это герой его рассказа высмеивает так дорогие ковры, которыми была устла на аптека. Зато аптека Феррейна была крупнейшей в Европе. О ней знали в России и за рубежом. Одних фармацевтов там работало 150 человек. И Феррейн на одной аптеке, конечно, не останавливался. Вскоре он завел магазины лекарств, косметики и парфюмерии на самых оживленных торговых улицах Москвы. На Тверской, на Никольской и на Арбате. Рекламировал свои товары Феррейн тоже с размахом. Пока другие аптекари ограничивались рекламой в газетах и каких-нибудь журналах и справочниках, Владимир нашел живого бурого медведя и выводил его каждый день на Лубянскую площадь. Таким образом, фармацевт рекламировал свои лекарства на основе медвежьего жира. Довольно суровая реклама по нынешним временам. Типа, смотрите, какой замечательный медведь. Вот, знаете, именно таких медведей мы режем, чтобы продавать вам их жир. Но все-таки Феррейн был магистром фармации и хотел создавать собственные лекарства. Он строил свою фармацевтическую империю. В фамильном поместье в Подмосковье Феррейн разбил целую плантацию лекарственных растений. Еще одна была под Ярославлем, а кое-что привозили из Канады. Ну, а сами лекарства делались в аптечной лаборатории. И там впервые в России стали брать анализы почвы, воды, пищи и еще брать анализы у заболевших людей. И там же изобретали новые лекарства и устраивали курсы подготовки фармацевтов. В Крыму у Феррейна был собственный виноградник. Феррейн наладил первое в России производство так называемых медицинских вин, в которые добавляли разные лечебные травы и вещества. Пепсиновая Феррейн, гваяколовая, крушина на Малаге, кока на Портвейне и особенно популярное средство херес с колой. Неизвестно, можно ли им было вылечиться от чего-то, но наверняка настроение пациентам оно поднимало. Ну а оптимистичный настрой это, как известно, залог выздоровления. В аптеке Феррейна когда-то начал работу провизором и Роман Келлер. И он тоже оказался талантливым предпринимателем, потому что скоро открыл собственную аптеку прямо напротив царь аптеки Феррейна. Это было такое очевидное противостояние, что Чехов и тут не мог уняться. На Никольской, в этом центре самоварно-калачного благодушества, завелись свой Капулетти и свой Монтекки, настоящие, вулканические, жаждущие крови и мести. Магазины обоих врагов расположены в самом дружеском визави, словно в магазинах не фармацевты торгуют, а Ромео и Джульетта живут. Феррейну выгодно, чтобы Келлер в трубу вылетел, а Келлеру не выгодно, если Феррейн благоденствует. Вот и все. Аптекари действительно часто сравнивали. Это как Кола и Пепси, как Айфон и Самсунг, как Макдоналдс и Бургер Кинг. Хотя Феррейн был богаче и знаменитее, Келлер тоже мог много чем похвастаться. У него, например, тоже была аптека на Арбате. Но по-настоящему аптекари развернулись, когда в 1898 году наконец появился закон о фабричном производстве сложных фармацевтических препаратов, по которому в России наконец-то можно было производить лекарства вне аптек. Это в 1898 году, повторюсь. Кстати говоря, это наверняка связано с тем, что только недавно придумали ампулы и таблетки. То есть лекарства теперь могут храниться долго. транспортироваться. Короче, необязательно производить их свежими прямо на месте продажи. Феррейн тут же принялся строить фабрики. Фармацевтическую, химическую, парфюмерно-косметическую и еще стеклодувную, чтобы даже разливать лекарства по бутылкам собственного производства. К 1914 году оборот его предприятий составлял 7 миллионов рублей. Это примерно равно 8,5 миллиардам рублей на нынешние деньги. Келлер тоже не отставал. Он построил химико-фармацевтическую фабрику в Москве, в Таганском районе. Еще у Келлера были эфирный, маловаренный и стекольный завод в Подмосковье. А также фабрика на Яузе, где делали не только лекарства, но и краски, цитирую я, всех цветов радуги в плитках, порошках, жидкие. Все это продавалось в 17 розничных магазинах. Если Феррейн первым придумал продавать дженерики, ну то есть аналоги, изобретенных кем-то другим лекарств, то Келлер первым в России придумал и наладил производство переносных аптечек, ну то есть вот этих самых экстренных чемоданчиков, в которых лежит базовый набор лекарств. В общем, это была настоящая гонка вооружений. Все дорогое и сложное на самом деле по-прежнему делали за рубежом. Но на отечественных фабриках уже могли производить перекись водорода, азотно-кислое серебро, это такой важный реагент, марганцовку, железный и медный купорос, а еще разные органические лекарства, эфир, танин, адреналин и многое другое. Ну и еще, конечно, были фабрики Александра Пиоля, где производили тот самый спермин и другие органопрепараты. В общем, у самых богатых и продвинутых российских аптекарей дела шли очень хорошо. Аптечная монополия постепенно размывалась, производство налаживалось, а талантливые фармацевты теперь действительно имели возможность развернуться по полной. И, может быть, сегодня мы бы лечились от диабета инсулином корпорации Пёй, или там ставили вакцину от коронавируса, созданную в лаборатории Феррейн. Но история, как известно, повернула в другую сторону. Началась Первая мировая война. Отношение к немцам в России как-то очень быстро испортилось. Несмотря на то, что немцы поколениями работали в России и считали себя не меньшими патриотами, чем русские по крови. В 1915 году аптека Владимира Феррейна пострадала в ходе антинемецкого погрома. А затем пришли большевики и все вольные аптеки национализировали. Внуки Феррейна, дочь Кёлера и сыновья Пёля выехали на историческую родину в Германию и потеряли, конечно, все российские активы. В историческом интерьере аптеки доктор Пёль и сыновья коллегия народного комиссариата здравоохранения создала музей, а в нулевых аптека перешла к фармацевтической компанией Эдифарм. Там, кстати, и сегодня можно купить лекарства или прийти на экскурсию. Владимир Феррейн после революции 1917 года устроился в свою же собственную аптеку кладовщиком. Но уже через год умер от инфаркта. В его аптеке разместилась советская аптека управления. А фабрика Кёлера стала заводом имени Симашко. Он же называется Мос Хим Фарм препараты. А что же ваша Тамбовская аптека? Ну, её, конечно, тоже национализировали. Здание в приятном дореволюционном стиле, вероятно, сохранилось, пережило СССР и теперь считается городской достопримечательностью. Вероятно, там теперь магазин Пятёрочка, парикмахерская Елена и копировальные услуги. А может быть, даже тоже аптека, но уже какая-нибудь из современных торговых сетей. В аптеках больше нет недостатка. Конечно, как и раньше, рядом с проверенными препаратами на полках лежат гомеопатические шарики, грудные сборы, пояса из собачьей шерсти и прочие заячьи лодыжки, но нормальных, работающих, а главное, безопасных лекарств всё-таки больше. Пусть большая часть по-прежнему зарубежного производства. Но зато никакой ртути. И лишь мемориальная табличка на стене не даст забыть о временах блеска и нищеты российского аптекиста. Это был подкаст «Время и деньги» студии «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили ведущий Андрей Аксёнов, сценарист Евгений Щербина, редактор Жанна Алфимова, продюсерка Олеся Бутенко, факт-чек Никита Дешевых и Дмитрий Которугин, звукорежиссёры Эльдар Фатахов и Юрий Шустицкий, композиторы Кира Вайнштейн и Михаил Мясоедов, автор обложки Максим Сергеев. До встречи через неделю.